Новые нападки Рахмона на Ислам Штраф в 10 тысяч рублей за покушение на жизнь мигранта из Таджикистана Китайцы получают очередную лицензию на добычу золота в Таджикистане Президент Таджикистана Эмамали Рахмон на встрече с представителями общественности в Душанбе совершил очередной выпад в сторону Ислама и его ценностей Он заявил Ограниченный круг женщин и девушек видят религиозность не в душе, а во внешности, облачаясь в черное И тем самым попирая наши культурные ценности, забывая о том, что Всевышнего познают душой и сердцем, а не одеждой, сатром, хиджабом и бородой Тем самым тиран вновь подвергает инсинуациям общеизвестные законы Ислама, которые соблюдают все мусульмане в мире Также Рахмон потребовал от органов власти и силовиков усилить давление на соблюдающих свою религию жителей страны В этой связи местным исполнительным органам государственной власти и другим ответственным структурам необходимо принять конкретные меры по предотвращению распространения данной негативной тенденции Напомним, что постоянные нападки на хиджаб со стороны властей Таджикистана уже давно стали обыденностью и перестали кого-либо удивлять Причем следует заметить, что согласно исламу хиджаб является обязательным и неотъемлемым атрибутом внешнего вида женщины А следовательно, Рахмон атакует не какие-то отдельные тенденции в обществе, а саму религию В Москве вынесен приговор по делу русского националиста Владислава Валуева, который напал с ножом на гражданина Таджикистана, передает информационное агентство Фергана Российского неонациста Владислава Валуева признали виновным и приговорили к обязательным работам на срок 300 часов Обязав выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и возмещение материального ущерба в 2100 рублей По данным издания, Валуев на почве национальной ненависти совершил 5 февраля текущего года зверское нападение на водителя такси Трудового мигранта из Таджикистана Абдул-Хакима Кинжаева Когда Кинжаев довез Валуева до места назначения, тот неожиданно вытащил нож и с оскорбительным криком «Е-е, узбеки, вас всех надо резать, как свиней, твари, понаехали в Москву» Начал наносить удары ножом в голову и тело водителя Всего он нанес 6 ударов – в щеку, лоб, под глаз, два в руку и один чуть ниже шеи в спину, сообщает издание В результате нападения гражданин Таджикистана был тяжело ранен Преступник растек Абдул-Хакиму всю щеку от губы до виска И сейчас у него почти не открывается рот, из-за чего он произносит слова «почти не разжимая губ» Также нарушена жевательная функция челюсти Адвокат потерпевшего Магомед Шамиль Шабанов сообщил, что уголовное дело было возбуждено 10 марта 2017 года по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» В соответствии с заключениями судебно-медицинской экспертизы, вред, причиненный здоровью потерпевшего, был указан как легкий вред здоровью Очередная китайская компания TBA Душанбе Горная Промышленность получит разрешение на разработку золоторудного месторождения Верхний Кумар Об этом сообщило информационное агентство АВЕСТА со ссылкой на собственный источник из Таджик Глав Геология После получения необходимых разрешительных документов китайская компания приступит к разработке месторождения, подчеркнул источник в Таджик Глав Геологии Также он добавил, важно отметить, что китайская компания TBA проводила геолого-разведочные работы с использованием новейших технологий Следовательно, в ходе разработки месторождения указанная компания также использует современные технологии, которые с высокой точностью определяют состав руды, в том числе на наличии золота и других попутных полезных ископаемых По словам источника, получение лицензии на разработку месторождения также предусматривает строительство обогатительной фабрики и добычу минералов По данным таджикских геологов, по предварительным подсчетам, золотой запас месторождения Верхний Кумарк составляет 50 тонн Также стоит отметить, что на данном месторождении, кроме золота, есть и другие драгоценные минералы, которых также будет добывать китайская компания Наблюдатели отмечают, что экспансия китайских компаний в сфере разработки минеральных ресурсов Таджикистана набирает обороты На сегодняшний день более половины добывающих золота в Таджикистане компаний принадлежат Китаю Не говоря о других иностранных компаниях, которые с разрешения Рахмона опустошают недра земли по праву принадлежащие народу Продолжение следует...